10 признаков дефицита белка и три совета, что с этим делать. Иногда вы даже не подозреваете, что в проблемах со здоровьем виноват дефицит белка в организме. Как понять, что вы недополучаете протеиновую пищу? Белок это то вещество, без которого наш организм не в состоянии нормально работать. Он является строительным материалом и основой всех клеток организма. А ведь процесс формирования новых клеток происходит ежедневно. Кроме того, без белка невозможна нормальная свертываемость крови, работа гормональной системы, воспроизводство ДНК и преобразование углеводов в энергию. Проблема в том, что мы можем получить белок только через пищу. Если в вашем рационе недостаточно протеина, вы рискуете подорвать свое здоровье. Суточное потребление белка для взрослого человека составляет около 60 грамм из расчета 1 грамм на килограмм веса. Однако значение имеет не только количество белковой пищи, но и ее качество. Например, мясные полуфабрикаты, копчености, колбасы, хотя и считаются белковыми продуктами, содержат слишком мало натурального мяса. Признаки дефицита белка. Вялость, снижение работоспособности, нарушение координации движений, мышечная слабость – все это может быть признаком дефицита белка в организме. Проблемы со сном, поскольку белок участвует в выработке гормонов, в частности сиротонина. У человека с дефицитом белка могут наблюдаться бессонница, проблемы с засыпанием. Головные боли. Недостаток белка вызывает снижение уровня сахара в крови. Отсюда частые головные боли. Нервозность, истеричность. Сниженный гормональный фон приводит к сбоям в работе нервной системы. Появляется беспричинная тревога, раздражительность, плаксивость и так далее. Проблемы с кожей. Это один из первых симптомов, который должен вас встревожить. Сухая, бледная, шелушащаяся кожа, кожное высыпание и другие проблемы кожных покровов – признак дефицита белка. Медленное заживление ран. Поскольку белок участвует в процессе регенерации тканей, в его недостатке любая, даже небольшая царапина, заживает очень медленно. Отеки конечностей. Как только концентрация белка в плазме крови снижается, нарушается водно-солевой баланс. Это приводит к отекам. Прежде всего к отекам ступней, лодыжек и кистей рук. Внезапное снижение веса. Ничего хорошего в резкой потере лишних килограммов нет. Организм пытается восполнить недостаток белка за счет мышечной ткани. То есть вы теряете не жировую, а мышечную ткань. Проблемы с волосами и ногтями. Именно они растут у нас быстрее всего. А значит для построения новых клеток, ногтей и волос постоянно требуется белок. Сухие ломкие волосы, неровные ногтевые пластины. По этим признакам вы можете догадаться о нехватке белка в организме. Неполадки с сердцем и прочими системами и органами. Если вы постоянно держите организм в состоянии белкового дефицита, имейте в виду, вам грозят постоянные боли в сердце, нарушения в работе дыхательной и мочеводелительной системы. Что делать при дефиците белка в организме? Восполнить недостаток белка просто. Включите свой рацион больше нежирного мяса, особенно говядину, птицу, рыбу. Употребляйте белки растительного происхождения, орехи, бобовые, гречневую крупу. Несколько раз в неделю ешьте молочные продукты и яйца. Имейте в виду, если спустя несколько недель ситуация со здоровьем не изменится, вам обязательно надо пройти обследование. Возможно, по каким-то причинам у вас нарушен нормальный процесс усвояемости белка. Вам необходимо специальное лечение. Источник интернет. Будьте здоровы!